Снова всем привет моим подписчикам, привет моим зрителям, привет всем новым зрителям, друзьям и знакомым. Ну что ж, поехали. У нас сегодня интересный гость. Это компания Muscle Farm. Одна из моих любимых компаний. Особенно, когда у них проходят большие акции и скидки, мы все это любим. Поэтому данный предтренировочный комплекс, он называется SAUT. Вот посмотрите, я не буду никуда спешить. Видите, то есть для атлетов предтренировочная система. Но это немножко рекламы. На самом деле это обычный предтренировочный комплекс. Он использует, то есть он основан на разных компонентах, на мультикомпонентах. Каждый компонент отыгрывает по-своему. В целом это синергетический эффект, который нас так бодрит, дает силу, дает энергию. Но сразу говорю, что не стоит злоупотреблять предтренировочными комплексами. Почему? Потому что эти комплексы нагружают центральную нервную систему. Эти комплексы нагружают всю нашу эндокринную систему. Поэтому принимайте 3-4 или 3-5 недель, потом отдыхайте столько же или в 2 раза больше. А еще лучше принимайте 3-4-5 недель предтренировочный комплекс, потом 2-3 месяца дайте организму отдохнуть. Это не новинка, этот комплекс не новый. То есть это одна из первых формул компаний. Давайте мы сейчас с вами все здесь рассмотрим. Я хочу, чтобы камера здесь приблизилась. Ребят, 2 грамма, смотрите, карбогидраты, углеводы 2 грамма и эти 2 грамма из сахара. Это, конечно, не совсем хорошо. Кстати, у нас порция 14-5 грамм, достаточно большая порция. Я новичкам рекомендую все-таки взять половину этой дозы, посмотреть как вы переносите. Почему? Потому что некоторые здесь компоненты могут вызывать какие-то аллергические реакции, могут вызвать какое-то расстройство желудка, поэтому не нужно брать сразу 14,5 грамм, нужно брать половину, грамм 6-7, посмотреть как он работает на вас. И смотрите, ну витамины, ребят, витамины это дело такое, они у каких-то комплексов есть, каких-то нет, мы на них заоставить внимание не будем. Давайте посмотрим, вот как они пишут ATP Amplifier, то есть усилитель. Ну вот смотрите, карносин, видите, у нас такой вот патентин, запатентованный бета-аланин. Ребята, как вы знаете, бета-аланин это стимулятор, но легкий стимулятор, он стимулирует очень-очень немного центральную нервную систему, он легкий нейромедиатор, то есть он проводит сигнал. Дальше у нас идет L-тирозин, как вы знаете, там L-тирозин обладает свойствами тоже медиатора. Многие источники к тирозину приписывают какие-то фантастические вещи, якобы в супер больших дозировках он проявляет чуть ли не массонаборный эффект и сжигает жир. Да, сжигать жир тирозин может, но не более, как бы это, скажем, больше помощник для помощника. То есть, знаете, это как вот есть там протеин, да, и в протеин делятся аминокислоты, то есть вот как тирозин это одна из этих аминокислот. Итак, поехали. L-аспартик эйсид, вот L-аспартовая кислота, вот здесь почему-то не D-форма, а именно L-форма. Тут тоже я немножко не понимаю, потому что D-форма спартовой кислоты гораздо сильнее, как показали тесты. Я пил L-форму отдельно и пил D-форму, мне больше D-форм понравилось. Ребят, это тестобустер. Спартовая кислота это энергетик, это тестобустер, это легкий жиросжигатель. Вообще на каждый организм она проявляет разные действия. У одного человека может быть ярче, допустим, жиросжигающий эффект, у другого там теста эффект, у третьего может просто никакого эффекта, это нормально, потому что все мы индивидуальные. Так, дальше пошлите. Здесь идет у нас RedBit Extract, видите, вот high-нитраты. Да, экстракт богатый на нитраты, то есть именно на нитросоединения. Они улучшают потребление кислорода, соответственно, улучшают памп, лучше делают памп для нашего организма, ну и, соответственно, мы чуть-чуть получаем выносливости. DMG, диметилглицинош-хлор, тоже спорное, очень спорное соединение. Одни приписывают ему чудодейственные действия от набора массы до сжигания жира, повышения порога утомляемости, то есть как бы отталкивания порога утомляемости. Другие говорят, что это пустышка. Отдельно я его не пил, сказать ничего не могу, то есть с ним я не сталкивался, но если он здесь положен, возможно, он вызывает какой-то синергетический эффект. Почему? Потому что, как вы знаете из уроков химии, если два слабых компонента соединить и у них есть синергетический эффект, то они могут сделать третий компонент гораздо сильнее, чем два они по отдельности. Поэтому, возможно, здесь тоже такая ситуация. Дальше, цирротранспорт и инсулин-активатор. Ну, это клеточные активаторы, да, инсулин-активаторы. Ну, декстроза здесь есть, как бы это углеводная составляющая. Ну, не знаю, нужна ли она здесь или нет. Эль-глицин, эль-глицин вообще спорная очень, аминокислота, как бы одни говорят, что это пустышка, другие говорят, что она работает, но слабо. Я пил отдельный эль-глицин, никакого эффекта не ощутил, поэтому, ребята, эль-глицин отдельно он не работает. Возможно, здесь он имеет, опять же, эффект синергизма, спорить не буду, но если его включили, значит, надеюсь, это должно быть полезно. И, ребята, рибоза. Рибоза – это энергетическая субстанция. Она действует через РНК, действует через цикл Крепс, энергетический цикл в нашем организме. Очень интересная ситуация. Она усиливает действие как креатина, усиливает действие на кислот, вообще усиливает действие, усиливает потенциал клеточного организма, то есть на клеточном уровне она усиливает нашу энергию. Чтобы не вдаваться сейчас в дебри биологии, поверьте, рибозу ее пил отдельно. Здесь, я говорю, 100%, результат очень классный. Иногда рибоз даже увеличивает немножко вес, почему? Потому что у нее есть там определенная структура. Цинулина следующая. Ну, тоже, тоже, ребята, такой спорный. Я отдельно его не пил, но очень много спорных мнений. Скорее всего, здесь он, как, знаете, вот для эффекта, опять же, синергизма. Итак, Атлет Перформанс Бленд, поехали. Вот здесь уже интересно, креатин нитрат. Креатин нитрат – одна из продвинутых и последних форм креатина. Он практически не держит воды, он держит воду, но гораздо меньше, чем креатин монокидрат. Также креатин нитрат работает на силу. Именно вот это одна из единственных форм, которая больше дает силы, нежели массы. То есть именно такую, знаете, у него короткая и средняя сила. Если креатин монокидрат – это больше взрывная сила, то есть он работает короткий период, потом он прекращает работать, то нитрат – это все-таки больше и средняя сила. Аргинин, нитрат. Ну, L-аргинин, куда же без L-аргинина? На канале есть отдельное видео, я не буду говорить о очень больших полезных свойствах L-аргинина. Здесь он, конечно, в форме нитрата. Нитратная форма, это с определенным остатком, во-первых, она лучше усваивается. Она не так подвержена желудочно-кишечному тракту, там соки ее не так разрушают. И, соответственно, она дает больше биологической ценности. Я думаю, это важно знать. Остальные моменты, если хотите, там есть видео на канале у меня про L-аргинин, пожалуйста, ознакомьтесь с ним. Итак, BCA-нитрат, соотношение 3-1-2. То есть, получается, лицина у нас 3, валина у нас 1, соотношение, и изолицина 2. Ну, ребят, как бы 3-1-2 это не совсем доказанная формула. Я не хочу спорить там с учеными или еще с кем-то. И на эту формулу я не пил. Скажу так, что я пил 2-1-1, 3-1-1, 4-1-1, 8-1-1. Какой-то сильной, огромной разницы я не почувствовал. Ну, наверное, вот 8-1-1, может, из-за того, что это морально какое-то убеждение, я почувствовал разницу. Но, ребят, отпишитесь по поводу BCA-шек. BCA-шки такая распространенная вещь. Как вы принимаете, какую формулу вы принимаете, какие у вас эффекты. BCA-нитрат, то же самое, нитратный остаток. Они более защищенные для нашей кислотной среды ЖКТ. То есть, они лучше усваиваются. Они якобы быстрее немножко включаются в работу. Но, ребят, нитратные BCA-шки, допустим, нитратный элергенин я не пил отдельно. Поэтому мне говорить или сравнивать не с чем. Вообще, это очень редкая форма. Посмотрите на всех магазинах. Вы даже не в каждом магазине найдете нитратные BCA. Так, поехали дальше по составу. Energy и Nero Igniter. Ну, Igniter. Ну, ребят, Холин Бетертат. Холин это тоже энергетик. В принципе, нормально работает. Я не скажу, что он на клеточном уровне усиливает нашу энергетику. Но, отдельно он работает слабо. Надо очень большой дозерок. И здесь, конечно, видимо, идет совместный эффект. Так, поехали дальше. Что у нас здесь такое из интересного? Ну, конечно же, кофеин ангидроз. То есть, кофеин безводный. Куда же без него? Так, гиперезин идет. Ну, гиперезин он тоже такой, как бы усиливает центральную нервную систему. Так, и гидрэйшн систем. То есть, ну, тут у нас таурин, порошок воды кокоса или водяной порошок кокоса. Ну, конечно, таурин это вообще одна из непонятных вещей. Она должна усиливать действие инсулина. По идее, одно из важных качеств таурина при приеме, он открывает механизм забора аминокислот для клетки. И клетка забирает больше аминокислот. Соответственно, наши мышцы теоретически должны стать больше. Плюс таурина работает как энергетик. Но на практике это не работает. Это было одно из первых исследований. Оно было очень старое. Поэтому я пил отдельно таурин и с аминокислотами, и со всем угодно. Возможно, он что-то улучшает. Но, чтобы это явно ощущалось, из-за этого платить деньги я не вижу отдельно таурин. Но, если здесь он есть, значит так надо. И последнее у нас идет из важных. Это L-глютамин. Ребят, на канале есть тоже отдельное видео по поводу аминокислоты. L-глютамин, свободная форма. Я считаю, что это очень хорошая аминокислота. Она работает как жиросжигатель, как нейромедиатор, как иммуномодулятор, как наращивание чистой мышечной массы, понижение вредного уровня инсулина. Она препятствует катаболизму, усиливает действие других аминокислот. Вообще, очень универсальная аминокислота. На канале, если повторюсь, видео. Пожалуйста, посмотрите и, соответственно, сделайте для себя вывода. Ребят, подведем небольшой итог. Как принимать? Как его принимать? Смотрите, ну, видите, такой очень богатый состав, да? Хотя я не со всеми согласен данными составляющими. Но это мое мнение. Опять же, оно не должно влиять на ваше мнение. Возможно, для вас он подходит гораздо лучше. Я скажу, что он не входит в мой топ-3 предтренов. Когда-то мне он нравился. То есть, когда очень-очень давно его пробовал. Но то ли у меня произошло привыкание, то ли как-то я нашел более лучшую отдачу. Но вот говорю, как есть, говорю с вами, чтобы вы понимали для себя, брать вам его или нет. Вообще, у него есть свои плюсы. Опять же, плюсы, что его много, да? Как бы это для многих решающий фактор. Как принимать? Ребята, принимаем только перед тренировкой. Только перед тренировкой. Если ваша тренировка выпала на вечернее ночное время, принимать его не надо, потому что можете не уснуть. Если у вас две тренировки, соответственно, на утром, а на днем, надо принимать его два раза. Он взбодрит, он приведет вас в чувство. И, конечно же, да, на силу он работает неплохо. Я, кстати, вам скажу, что как предтрен, я бы даже назвал его больше силовой предтрен, нежели как энергетический. То есть, вот сила тут хорошо, энергия, ну, так, так скажем так, вот, посредственно. Но в целом, в целом работает хорошо. Ребят, если есть какие-то вопросы по маслофарму, по ассалту, пожалуйста, задавайте, спрашивайте. Я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Мы поговорим на эту тему и другие. Поэтому давайте ему оценку, ставьте лайки, подписывайтесь. И, конечно же, всем хороших тренировок. Пока! Пока!